Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Парлипоменон и сегодня мы читаем предпоследнюю главу этой книги, глава 35 и первая тема, эта тема Иосия совершает Пасху по закону Моисеева И мы читаем с первого стиха и ниже И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу и закололи пасхального Агнца в 14 день первого месяца Но в предыдущей главе мы уже как бы прочитали о том, что книга закона была найдена Теперь они могли более точно знать, как празднуется Пасха, как ее надо совершать Законы празднования Пасхи мы находим в книге Исход, начиная с 12 главы И далее мы читаем И поставил он священников на местах их и ободрял их на служение в доме Господнем Что значит ободрял их? Священники люди, они тоже нуждаются в ободрении и в одобрении Если мы будем священникам только предъявлять какие-то претензии, то это неправильно Мы должны и подбадривать их, потому что это нелегкое служение И сейчас священники находятся под прицелом информационных киллеров Которые всячески пытаются их как-то дискредитировать И ободрял их на служение в доме Господнем И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев Нет вам нужды носить его на раменах Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю Станьте по поколениям вашим, по членам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым И как предписано Соломоном, сыном его И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа И по разделению поколений у левитов И заколите пасхального агнца, и осветитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со Словом Господнем через Моисея Вот здесь немножко непонятно, а почему-то ковчег завета бегает где-то с левитами по разным местам Его надо вернуть в храм Скорее всего, это связано с тем, когда храм был осквернен Левиты вынесли оттуда тайно ковчег завета И они его носили, где-то вот прятали, перепрятывали А теперь, когда храм восстановлен Есть необходимость вернуть ковчег завета на его место И дал Иосия, то есть царь Иосия, в дар сынам народа, всем находившимся там Из мелкого скота агнцев и козлов молодых Все для жертвы пасхальной числом 30 тысяч и 3 тысячи валов Это из имущества царя То есть, вот это уточнение, это из имущества царя Это очень важное уточнение А не так, что там украл и на Бога дал Человек может жертвовать только то, что точно ему принадлежит И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам А в каком смысле народу? Ну, народ вкушал от этих жертв вместе с священниками и левитами Это могла быть такая исключительно какая-то ситуация И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам Или можно истолковать так, что царь и князья давали народу вот эти жертвы Чтобы люди могли приносить их от своего имени Потому что неимущий человек, он не мог иметь возможности там принести даже овечку или козленка А здесь им могли все это выдавать Как в некоторых храмах, например, свечи люди берут бесплатно, ставят на подсвечники, зажигают А пожертвования бросают сколько могут Девятый стих И Ханания, и Шимая, и Нафанайл, братья его, и Хашавия, и Ие, и Эл, и Иозавад, начальники левитов Подарили левитам для жертвы пасхальный овец 5500 валов То есть, оказывается, если человек не может от себя принести какую-то жертву, ему можно подарить Когда дарят, это становится его собственностью А в жертву приносят только собственность Так устроено было служение И стали священники на место свое И левиты под следом своим По повелению царскому И закололи пасхального агнца И кропили священники кровью Принимая ее из рук левитов А левиты снимали кожу И распределяли назначенное Для всесожжения Чтобы раздать то По отделениям поколений У сынов народа Для принесения Господу Как написано в книге Моисеевой То же сделали и свалами Испекли пасхального агнца На огне по уставу И священные жертвы сварили в котлах Горшках, кастрюлях И поспешно раздали всему народу То есть чтобы трапеза была пасхальная Как я уже объясняю Не один раз пасхальный седр Это домашние события В еврейской традиции А после приготовили для себя И для священников Ибо священники, сыны Ароновы Заняты были приношением всесожжений Туков до ночи То есть сначала народу все раздавали А священники Сыны Аронова Они приготовляли все это И настолько были заняты этим Что им самим ничего не дали Поэтому надо было дать им самим Потому-то и готовили левиты Для себя и для священников Сынов Ароновых То есть после того, как раздали народу И певцы, сыновья Асафовы Оставались на местах своих По становлению Давида И Асафа, и Мана, и Дифуна Прозорливца Царского И привратники У каждых ворот Не для чего было им отходить От служения своего Так как братья их левиты Готовили для них То есть левиты готовили для себя И для тех, которые были на служениях И не могли их покинуть Так устроено было Все служение Господу в тот день Чтобы совершить Пасху И принести всесожжения на жертвенники Господня по повелению царя Иосии И совершали сыны Израилевы Находившиеся там Пасху В то время И праздник опресноков В течение семи дней Потому что в законе Божьем Сказано, что Семь дней надо вкушать Только пресный хлеб То, что называется маца А все квасное Это мерзость Ибо Тот, кто будет вкушать Квасное в это время Душа его истребится В общем, там стоит слово Карет, насколько я помню То есть истребиться в полном смысле В этой жизни и будущей И не была совершаема Такая Пасха у Израиля Вот такая торжественная А дней Самуила, пророка Из всех царей Израилевых Ни один не совершал такой Пасхи Какую совершил Иосия И священники, и левиты И все иудеи, и израилетяне Там находившиеся И жители Иерусалима Восемнадцатый год царствования Иосия совершена такая Пасха То есть великая заслуга Царя Иосия Он сделал это Обще таким национальным торжеством Далее говорится о смерти Иосия После всего того, что сделал Иосия В доме Божьем И как жег огнем царь Иосия И чьев вещателей, и волхвов, и капища, и идолов И дубравы, бывшие в Иерусалиме Иудеи, чтобы утвердить слова закона Написанные в книге, которую нашел Хилкиев, священник В доме Господнем Не было подобного ему прежде него Кто обратился бы к Господу Всем сердцем своим И всей душой своей И всей крепостью По всему закону Моисееву Не восставал и после него Подобный ему То есть удивительный был правитель Но тут оговорка Однако же не отвратился Господь От великой ярости гнева своего Ярости, которую разгневался Господь на Иудею За все оскорбления, которыми прогневал Монасия Да, Монасия прогневал Но Монасия покаялся А что тут речь-то непонятно Монасия покаялся А люди, которых он ввел в соблазн У них вот эта инерция Их неправильного образа жизни Она продолжала как-то действовать И сказал Господь И Иуду отвергну от лица моего Как отверг дом Израилев И отвергну город Иерусалим То есть Господь это говорит через пророков Или через пророчицу, о которой мы читали ранее И отвергну город Иерусалим Который избрал и храм О котором сказал Будет там имя мое Посол Нехао, царь Египетский На войну к Кархамису на Ефрате И Иосия вышел навстречу ему И послал к нему Нехао послов Сказать Что мне тебе, царь Египетский Не против тебя Теперь иду я Но туда, где у меня война И Бог повелел мне поспешать Не протився Богу Который со мною Чтобы он не погубил тебя Но Иосия не отстранился от него А приготовился, чтобы сразиться с ним И не послушав слов Нехао От лица Божия И выступил на сражение На равнину Мегидо Мегидо Это Армагеддон Поле Армагеддон Где будет, кстати, последняя битва Между силами добра и зла Уже в таком планетарном масштабе Вот здесь удивительная информация О том, что этот египетский правитель Ваши-то язычник Но он говорил как бы от лица Божия И царь должен был удивиться Откуда он знает имена Божия Это уже должно было заставить его задуматься И выстрелили стрелцы Стрельцы в царя Иосию И сказал царь слугам своим Уведите меня, потому что я тяжело ранен И свели его слуги Его с колесницей Посадили его в другую повозку Которая была у него И отвезли его в Иерусалим И умер он И похоронен в гробницах Отцов своих И вся Иудея Иерусалим А оплакали Иосию А оплакала Иосию и Иеремия Имеется в виду пророк Иеремия В песне плачевной Мы имеем в Библии книгу Она называется Плач Иеремии И говорили все певцы И певицы Об Иосии В плачевных песнях своих Известных до сего дня И передали их В употреблении у Израиля Вот они вписаны В книгу Плачевных песней Здесь мы видим Что в хорах Пели не только мужчины Но и женщины Певицы Насколько я помню Раньше не было сообщений о том Что и певицы пели Прочие деяния Иосия И добродетели его Согласные с предписанным В законе Господнем И деяния его Первые и последние Описаны в книге Царей Израильских И Иудейских То есть как бы отсылка Может быть редакторов Или переписчиков Этой книги К другой книге Чтобы люди Если они захотели Более подробнее узнать О жизни этого человека Они бы посмотрели В книгах царства А мы посмотрим Что пишет Блаженный Ироним Стридонский В конце концов Иосию Убивает Фараон Царь Египетский Потому что Не захотел Иосия Услышать слово Господа Из уст пророка Иеремии Или Как написано В книге Паралипоменон Иосия Не отстранился От него А приготовился Чтобы сразиться С ним То есть с фараоном И не послушал Слов Нехау То есть фараона От лица Божия Каким-то образом Фараон говорил И то же Объяснение Блаженного Иронима Это уже из его посланий Верно Что в писаниях Многие названы Праведниками Как Захария И Елизавета Иов Иосифат Иосия И многие другие Чьи имена Упоминаются В писаниях Они Продолжает Блаженный Ироним Они Именуются Праведниками Не потому Что безгрешны А потому Что грехи Их Ничтожны В сравнении С их Добродетелями Действительно Захария Наказан Неспособностью Говорить Когда он Усомнился В вести Ангела Иов Осужден Собственными Устами Иов Видел Своё Несовершенство А Иосифат И Иосия Которые Без сомнения Описаны Как праведники Совершали Поступки Неугодные Господу Первый Вступил В союз С негодным Ахавом И навлек На себя Упрек Михея Пророка Второй Несмотря на Запрет Господа Высказанный Иеремией Выступил Против Фараона Нехао Царя Египетского И был Им Убит То есть Вот Этих Оплошности Не делают Их Нечестивыми Потому что Их Добродетели Были Значительно Выше На чем Настаивает Блаженный Иероним Продолжение следует... Продолжение следует...